всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков очень много для вашего удобства они собраны небольшие коллекции я надеюсь видео вам понравится вы оставите свои лайки напишите комментарии не забудьте подписаться на канал чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям подписчикам подписчицам вас каждым днем все больше и больше разные города разные страны разные континенты спасибо вам большое за ваши отзывы за ваши пожелания за вашу поддержку я сегодня к вам с новым узорчиком с ниточками с которыми мы уже работали а кто не работал посмотрите внимательно называются они визель ниточки производства вы спрашиваете чего чего производства да это турция называется визель rainbow ангора идем дальше сразу чтобы вам как бы не забыть до сказать цвет номер 03 здесь в 100 граммах находится 550 метров в составе смотрите 15 процентов мохер 10 процентов альпака 15 процентов переносовая шерсть и 60 процентов акрил вот такого вот очень нежного да так скажем от нежной травки даже от белого цвета до более темного такого как хаки цвета вот такой вот секционное окрашивание переход цвета идет очень медленно очень аккуратно то есть он не резки не не сбивается так что если у вас есть возможность поработать данный . обязательно поработайте это не реклама просто мне понравилось я увидела мне понравилось я вижу и вам как бы ну просто советую рекомендую итак давайте посмотрим по поводу крючка нам здесь советуют производители брать конечно крючок спицы от пятерочки до шестерочки до данного вид пряжи очень хорошо вязать спицами просто лицевые петельки и у вас уже красиво будет переход красивый узор но мы крючка вязы тоже хотим попробовать данную пряжу верно видите производства вот турция и и дальше я беру я троечку почему потому что данный метраж да именно данную толщину ниточки я вижу троечка меня в принципе все устраивает смотрите если вы будете делать узорчик не этим да не этой пряжей то естественно вы точно так же смотрите у себя просто здесь в аннотации что вам советует производитель берете такой же крючок понятно то есть мои узоры универсальные вы можете вязать из любой пряжи из любого крючка смотрите просто на вашу плотность схемку я сегодня не прилагаю потому что я беру за основу одну схемку но в процессе я немножко ее переделал все ничего сложного свяжем давайте итак по поводу ниточки смотрите вы может ниточку брать снаружи до матка вы можете брать изнутри матка но в данном случае здесь как бы не очень удобно доставать изнутри невозможно найти кончика поэтому я беру снаружи будем смотреть как переходит цвет от светло-зеленого более темному и потом к хаки а потом обратно и так кто не вязал данная ниточка смотрите она не сильно пушистая но вот эти вот ворсиночки новичка могут мешать поэтому новички сильно тоненький крючок не берите да берите средненький у вас все обязательно получится и когда будете провязывать обязательно заранее четко просчитывайте количество петель количество столбиков потому что если запутаетесь распутать потом будет сложновато можно но сложно а так ниточка замечательная и так по сегодняшнему узорчик у раппорт узорчика будет равняться 8 петель и поэтому я наберу получается четырежды 832 до 32 петельки и дополнительно 4 петелька чтобы узорчик красиво ровненько закончился а вы набирать сколько вам как бы душе да угодно раппорт узорчика повторюсь 8 петелек и так петелька фиксации как всегда мы ее при наборе петелек не считаем а теперь я набираю 36 воздушных петель поехали 1 2 3 вот мой будущий образец далее настоятельно рекомендую до новичкам но опытные мастерицы могут делать данный ряд а с новичками мы сделаем вспомогательный дополнительный ряд чтобы не запутаться в воздушных петельках он будет состоять у нас из столбиков с накидом 3 петельки подъема далее отсчитываем от крючка пятую петельку 1 2 3 4 5 накид в пятую петельку ныряем вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 2 и на сами получился столбик с накидом а далее мы получается с вами прошагаем полностью всю нашу цепочку всю нашу косичку и в каждую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом это несложно это чуть-чуть медленно но потому что любой как бы у любого узорчика первый ряд всегда провязывается медленно вне зависимости опытный вы мастер либо новичок но первый ряд чуть-чуть помедленнее так что садимся медитируем и провязываем ровно столько столбиков сколько вы набрали в цепочке если я набрала получается в цепочке 36 воздушных петелек у меня должно получиться 36 столбиков с накидом понятно да и еще самое главное вот эти вот три петельки подъема которые провязали в самом начале это имитация столбика с накидом мы тоже считаем как столбик с накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 столбиков я сейчас провязала провязываю до конца ряда вы тоже провязывайте в конце ряда встречаемся договорились это несложно у вас получится давайте итак смотрите вот наша дорожка вспомогательная готова теперь приступаем непосредственно к узорчику и так 3 петельки подъема 1 2 3 поворот далее смотрите накид и следующие вот эти три столбика до за верхушечку смотрим и провязываем столбиками с накидом 1 2 и 3 по итогу вместе с первыми тремя петельками подъема у нас здесь получается 4 столбика с накидом далее 2 воздушные петельки накид шагаем следующий столбик вытягиваем ниточку и не провязываем держим 1 сюда же 2 сюда же 3 сюда же 4 чем больше вы наберете петель и в чем больше накидов тем эффект не получится пышный столбик но естественно тем больше скушается ниточек есть далее смотрите внимательно что мы будем делать дальше мы держим все эти петельки на крючке накид пропускаем опять два столбика и в третий столбик провязываем точно также раз вытянули петельку держим все на крючке накид сюда же 2 накид 3 накид 4 теперь наша задача за один раз все петельки на крючке провязать до конца понятно и зафиксировать есть у нас с вами получилось вот такие вот два пышных столбика с одной общей верхушкой идем далее две воздушные петельки и в следующий столбик шагаем провязываем обычный столбик с накидом 1 следующий 2 следующий 3 и в следующий 4 и получается у нас по итогу вот такая вот картина четыре столбика вот такие вот пышные столбики 4 столбика опять две воздушные петельки и повторяем тоже самое провязываем пышные столбики накид дырнули в совещей столбик раз потянули ниточку не провязываем накид-два накид-три накид 4 пропускаем два столбика и в третий столбик ныряем и провязываем накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 теперь все все петельки вместе провязали за один раз и обязательно зафиксировали об понятно все и так далее повторяете до конца ряда до сколько вы провязали столбиков да понятно чередуете обычные столбики пышные обычные пышные обычные пышные обычные пышные пышные до конца ряда в конце ряда я вас встречаю договорились и так вот смотрите мы провязали наш ряд несложно несложно заканчивается ряд получается 4 столбика обычно и так идем дальше 3 петельки подъема 1 2 три поворот и там где наши столбики в этом ряду провязываем как столбики с накидом то есть над столбиком столбик над столбиком столбик над столбиком столбик все вместе с тремя петельками подъема у нас опять получается 4 столбика с накидом далее смотрите внимательно делаем накид вот ныряем в сердцевинку до наших пышных столбиков вытягиваем ниточку и не провязываем точно так же подтягиваем и делаем точно такой же пышный столбик состоящий из 4 петелек 4 накидов 1 нырнули 2 нырнули 3 нырнули 4 а вот сейчас мы провязываем сразу же все провязали и обязательно аккуратненько и обязательно зафиксировали понятно вот так делали далее две воздушные петельки и сюда же опять центр ныряем и провязываем точно так же накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 все вместе провязали зафиксировали и переключаемся вот на наши 4 столбика сразу же и провязываем 4 столбика с накидом сейчас покажу что получилось 23 и 4 вот смотрите вот такой вот интересно как бы звездочка цветочек и так далее да то есть получается над столбиками столбики здесь у нас получается два пышных столбика с одной верхушкой а здесь два пышных столбика с одним основанием понятно все и вот так же 5 продолжайте до конца ряда то есть опять сделали пышный столбик 1 2 3 4 все вместе провязали зафиксировали две воздушные петельки раз два три четыре провязали все вместе зафиксировали и сразу же переключились на столбики понятно все и вот так вот до конца ряда давайте получится очень красиво в конце ряда я вас встречаю так вот наши цветочки или как звездочки назовем надо готовы дальше что мы делаем смотрите внимательно сейчас делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и сделаем одну воздушную петельку по узорчику пока повторяйте потом увидите принцип это у нас получается здесь 4 воздушные петельки теперь накид сюда же в этот же столбик ныряем и будем провязывать вот начало нашего этого цветочка то есть пышный столбик нырнули раз потянули нырну накид 2 накид 3 накид 4 дальше накид вот эти два столбика пропускаем и в 3 в 4 получается до столбик ну вот если самого начала 1 2 3 4 до 4 столбик последний точно такой же делаем пышный столбик накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 теперь все 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 петельки за один раз аккуратненько провязали и обязательно зафиксировали понятно а теперь смотрите делаем дальше 2 воздушные петельки накид и вот получается в верхушку вот этого столбика пышного ныряем провязываем столбик с накидом 1 потом помните у нас была арочка из 2 воздушных петель ныряем в арочку провязываем 2 столбика с накидом 1 2 и опять вот наш пышный столбик мы ныряем опять верхушку провязываем столбик с накидом беремся за верхушку и того у нас получилось 4 столбика 1 2 3 4 точно такие же столбики эти которые нас между цветочками идут все а дальше получается мы будем 5 с вами повторять тот же самый цветочек то есть две воздушные петельки и беремся получается провязываем за первый столбик и за последний столбик поняли да то есть ничего сложного повторяете полностью первый ряд просто чуть-чуть сместился у вас все давайте до конца ряда в конце да я встречаю смотрим что получается так смотрите растут наши листочки цветочки звездочки как мы заканчиваем ряд мы будем заканчивать точно так же как начинали помните после этих вот столбиков да мы сейчас здесь делаем одну воздушную петельку и далее присоединяемся столбиком с накидом вот к получается третьему петельки подъема предыдущего ряда там где мы провязывали пышный столбик и провязываем обычный столбик с накидом все вот наш ряд закончен далее что мы делаем вторую получается половинку цветочка да и так 3 опять петельки подъема 1 2 3 поворот накид ныряем вот в сердцевинку так и провязываем наши лепесточки накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 все вместе провязали зафиксировали 2 воздушные петельки и сюда же опять накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 все вместе провязали зафиксировали и переключаемся наши столбики то здесь мы над столбиками провязываем столбики не сложно да то есть принцип понятен уже поэтому не сложно 1 2 3 4 все опять получается в этом ряду над столбиками столбики здесь вы довязываете цветочек до лепесточек звездочку над столбиками столбики цветочки столбики цветочки и так далее до конца ряда давайте в конце ряда я встречаю посмотрим что в итоге получается итак смотрите вот еще рядочек до делали с нашими цветочками как мы заканчиваем ряд после последней пышного столбика делаем накид и получается помните мы сделали три петельки подъема и одну воздушную петельку по узорчику так вот ныряем в третью петельку подъема и провязываем обычный столбик с накидом все наш ряд закончен ряд ровненький далее 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и смотрите получается мы сейчас с вами будем повторять точь-в-точь как мы провязывали самый первый ряд то есть у нас вот здесь будут цветочки да а здесь у нас будут столбики и так столбик 1 провязали дальше нырнули в арочку столбик второй столбик 3 и верхушку пышного столбика нырнули столбик 4 все а далее вспоминайте да то есть 2 воздушные петельки в первый столбик и в четвертый столбик делаем пышные столбики накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 перешагнули два столбика и последний накид 1 накид 2 накид 3 накид 4 все вместе провязали зафиксировали 2 воздушные петельки переключаемся на опять верхушечка столбик арочка два столбика и так далее поняли да все не сложно то есть получается наш раппорт узорчика вертикально равняется двум рядам далее следующие те же самые два ряда мы делаем то немножко перекобы немножко смещаем все не сложно потом получается опять возвращаемся то есть раз два три 4 раз два три 4 раз два три 4 и так далее так далее давайте увеличим наш образец не цикари . посмотрим что в итоге получится получится очень красиво встречаемся чернице компании. договорились в так смотрите вот и связала несколько рядочков так смотрите как переходит цвет от светленького светленького зелененького до когда потом к темному к такой к хаке вообще самый темно потом опять начинается обратно в дальше поду точно такие же цвета светлее 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 видеть и да будет светлее светлее потом перехали уже непосредственно белом но этот уже покажу переход следующем узорчики и так смотрите вот такая вот интересная красота незатейливая да как бы не цветочки но такие вот четырехлистники очень хорошо тянется узорчик потому что воздушных петель достаточно из теплых ниточек да это может быть шарфики с нудики из летних ниточек это могут быть что топики что маечки что даже юбочки и так далее так далее то есть смотрите по пряжи если у вас на время рассадочки пряжи да то вы можете плыть уж даже ковер сделать может у вас будет полиэфирный шнур полипропиленную может быть сумочка но в общем смотрите если еще хотела уточнить видите по рыхлости вязания да то есть я взяла троечку советовали нам пятерочку шестерочку я взяла троечку но как бы я думаю что если это будет в изделии надо брать еще меньше крючок потому что мне кажется рыхловато получается вот но смотрите на свою плотность тоже вязание я вот так вот образец связала например захочу вязать изделия беру крючок потоньше как по мне если вам нравится пишите в комментариях что и так нормально да так в эти замере я получается набирала здесь 32 плюс 436 воздушных петель и сколько это получится если это тоже плотность вязания да если этот же крючок если это же пряжа то приблизительно это 21 сантиметр а тут получает у нас каждый цветочек это два ряда 2 4 6 8 10 12 и самый первый до наборной 13 сколько это будет это будет 15 сантиметров все понятное дело что все зависит от высоты цветочка да вы можете делать высоту побольше поменьше но как бы каждый столбик приблизительно вот именно обычный столбик да это сантиметр вот такая вот красота я надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки пишите комментарии не забудьте подписаться на канал кто еще этого не сделал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новинки делитесь друзьями с подружками справа внизу и стрелочка а также есть рядышком плюсик это вы сохраните данное видео в свои плейлисты и будете смотреть в удобное для вас время всем ровных петелек встретимся в новых видео пока пока